Они воевали с противником на Донбассе, а теперь воюют с чиновниками. История из Черновицкой области. Земельные наделы, предназначенные участникам АТО, отдали бизнесменам. Почему так произошло, и есть ли шанс у бывших бойцов победить в земельных войнах? Выясняли наши корреспонденты. Родной брат Алины Ревеки в прошлом году вернулся с фронта, но воевать пришлось уже на мир на территории, за обещанную государством землю. Раз, два, раз ходил, писал заявки, и мама даже ходила. Парню говорят, земли нет, сестра в недоумении. Ведь в Топоровцах свободных наделов целых 26 гектаров. Когда-то все принадлежало колхозам. В середине 90-х здесь создали так называемый резервный фонд. Именно эту землю местные депутаты в сентябре прошлого года решили выделить участникам АТО. По гектару на человека. Согласовывали все с областными чиновниками. Из этих 26 гектаров мы спланировали выдать 16 сетям АТО. И передали 26-109-го в державе кадастры, в голове администрации, в областной, в районной, в всей высшей инстанции. Чтобы никаких решений без нашего видома не надавалось. Но через месяц узнали. Часть резервной земли отдали местным предпринимателям. Абсолютно бесплатно раздали 10 гектаров лучшей участки. Селяне уверены, без коррупции блата не обошлось. Там мама, дочка, сын и вичи. И невестка. Тут будет засаженный сад. Это кто получил за эти деньги, за эту землю. Почему для одних земли в селе нет, а другим дают целые гектары? Несправедливость вывела людей на дорогу. На несколько часов они перекрыли трассу. Что так издеваются над этим народом? Скажите, куда эти люди должны пасть эту худовину? Это наши бои. Из наших боевцев все забирать. Через несколько часов к протестующим приехали чиновники из ГосГеокадастра. Объясняют, землю предпринимателям выделили законно. Ведь пресловутые 10 гектаров, согласно земельному кодексу, принадлежат не сельсовету, а государству. И распоряжаться этой землей может только область. Это пословище государственной властности. Если что-то призначить. Там сельская рада не имеет до этого отношения. Накаляется установка, я не понимаю, кем, ради чего это все накаляется. Ради той земли. Потому что кто имеет 10 гектаров, ему еще дают 2. А кто не имеет ничего, ему не дают. Пересмотреть свое решение о выделении на дело бизнесменам чиновники отказались. А возмущаться людям посоветовали не на дороге, а в суде. Те в ответ заявили, к совету чиновников обязательно прислушаются. Ольга Иванченко, Ольга Паломарюк, Игорь, Рига. Подробности телеканал Интер, Черновицкая область. Ольга Иванченко, Ольга Паломарюк, Игорь, Рига. Ольга Иванченко, Ольга Паломарюк, Игорь, Рига.